всем привет данное видео записывается по просьбе подписчиков и участников чата дневник заточника ссылка в описании если что суть следующая многие изъявили желанием увидеть как на данном абразиве после притирки держится масляная пленка то есть сейчас абразив притерт на нем не заточены ни одного ножа здесь у меня две самых популярных слож это johnson's baby и вода абсолютно чистая и вот сейчас я по просьбе желающих покажу держится масляная и водная пленка на данном абразиве хотелось бы еще процитировать одного подписчика который написал примерно следующее очень важно для меня посмотреть как держится масляная пленка говорит спросил почему сказал да я уже дважды вляпался в смысле вот я дважды подряд купил абразивы которые просто безумно пьют производители рассказывают что это норма давайте я какую-то часть разотру какую-то оставлю в виде капель допустим пусть здесь будут растертой части и другим пальцем в воду с водой сложнее даже сама собирается обратно ладно и думаю что нам 5 минут хватит проверить данные абразивы на алкоголизм будут ли они пить сошли не хочу вам предложить розыгрыш рукояти для заточных устройств резьба здесь стандартная подходит они под 8 миллиметровый шток профиль зак и подобные точилки правила будут довольно таки простые будут в описании единственное пожелание все-таки участвовать только кому они действительно нужны особенно если вам нравится такой форм-фактор то есть именно шар потому что рукоять это самое наверное индивидуальное точилки всем желаю удачи что дальше будет в этом видео после того как мы их проверим эти абразивы на алкоголизм далее я пройдусь всем сетом по кроловской м390 вот таком куске реального ножа у меня к сожалению нету которым бы требовалась работа 200 на 160 и 100 на 80 поэтому тестирование вот этих двух абразивов будет именно исключительно вот этом куске стали им 390 64 единицы твердости а дальше я думаю что и всем сет можно пройтись уже не будет в принципе перед тем как заходить на какой-то дорогой или хороший нож я все-таки хотел бы данным сетом хотя бы ножей 10 пройтись скорее всего это все пройдет за кадром ничего интересного там вы не увидите итак сколько-то минут прошло я к сожалению не замерял время вы можете оценить что абразив в принципе ничего не поглотил в себя все как было как и осталось на месте вода здесь воду вообще не пьет масляная пленка растекается на 200 на 160 то есть есть вокруг такой небольшой орел именно растекаемость не впитывание растекаемости так 5040 тоже есть прям небольшой а вот на этих трех вообще нет и кстати вот для на них мне это самое важное потому что если на финишной группе начиная там с 2014 будет впитываться сош скорость работы будет падать драматически а мне все-таки вот на 2014 хочется все-таки работать это не финиш зачастую будет а промежуточный камень 10 процентов случаев и поэтому скорость для меня очень важно потому что я перейду на 7 5 7 5 я может быть перейду на 32 вот как-то так поехали дальше и так отработал я данными абразивами каждым по пять минут на вот этой стали м390 от фролова сразу же вот широкий такой подвод он был сначала сначала вот примерно вот такой и за пять минут он стал вдвое шире за счет вот этого 200 на 160 напильник жуткий классно грызет замечательно все единственное надо немножко придавить чтобы он начал грызть то есть под собственным весом не работает пятна которым я работал я на нем не вижу вот ну такая особенность дальше 100 на 80 перешел быстро зачищает риску после 200 на 160 прям шикарно работает классный абразив то есть вот здесь пятно контакта тоже деле заметно она где-то вот здесь вот что на этом что на этом абразиве я здесь какой-то заплешины вообще не чувствую не вижу но может пяти минут мало может быть надо полчаса час работать вот как-то так чтобы увидеть какой-то износ абразива но не суть все шикарно зачистил классно отработал каких-то нюансов я не заметил то есть мне все понравилось дальше 50-40 за него переживал думал что все-таки ff все дела сейчас начнет как-то медленно отрабатывать зачищать с нюансами там не дай бог зарежу ничего подобного дальше вот видите пятно контакта небольшое скорость работы бешеная шикарно отработал все прям классно все абразивы отработали в режиме наносил избыточно масло и после этого ни разу не снимал шланг за пять минут ни один из абразивов не спасавал скорость работы не упала никто не стал скажем так это впитывать это масло как-то работать невнятно все прям четко вот в этом плане мне понравилось с 50-40 прям шикарный камень с него можно начинать работать то есть по зачистке скорее всего посмотрим впереди все это но пока впечатление о нем прям классный абразив 2014 2014 как 50-40 классно тоже отработал почти зачистил всю риску по ширине подвода прям не дошел там 10 процентов буквально при этом говорю каждый поднимался то есть на 0 5 на полградуса и зачищал предыдущий прям до верха по 2014 уже не смог подняться так но это нормально это нормально это вполне ожидаемо по пятну контакта здесь тоже толком ничего нету но чуть больше чем на 50-40 то есть он мягче по связке сразу же проговорю каждый следующий камень здесь мягче по связке такое впечатление у меня прав не прав не знаю ну вот визуально и тоже доказывается тем что у нас вот на каждом следующем пятно контакта работы за 5 минут больше хотя фаска проработки меньше вот 2014 все шикарно отработал тактильно все устроило все прям чувствуется работа камня визуально тоже контроль видно что прям классно работает все класс переходя на 75 есть нюанс не привык переходить на следующее зерно которое в три раза меньше поэтому сразу же это почувствовалось нюанс не проблема наверное особенно для тех кто привык так переходить то есть если здесь вот в два в два с половиной раза я не почувствовал то вот в три раза уже разница конечно она была ощутима я привык с 20 переходить на десятку ну нету здесь десятки здесь 75 ну как есть принципе 75 интересный финиш дальше можно уже никуда не идти я думаю что это нормальная тема можно посидеть на нем просто подольше и как бы финишнуть и все и класс все замечательно в каких случаях даже двадцатки будет достаточно 75 в принципе не будете работать в целом абразив тоже понравился классно отработал тактильно все сохраняется на уровне 32 тактильно уже не чувствуется ну опять же зерно но и не спотыкается как сказал да каких-то вот прям я вот здесь в абразиве нет это кстати первый абразив который я вижу без каких-то вкраплений прям сгустков больших которые там выковыривать иголкой надо ли что-то еще визуально вот со расстояния там полуметра вообще ничего не вижу вот это мне очень понравилось я сейчас эмоционально потому что я нахожусь в помещении где приходится перекрикивать улицу абсолютно то есть я спокойно отношусь к этому абразиву нормальный ничего сверх какого-то я ему не приписываю не подкрашиваю эмоционально то есть это понимаете правильно и так в принципе это все что я хотел рассказать в данном видео надеюсь вам было интересно подписываемся на канал подписываемся на все группы которые в описании также не забываем про розыгрыш участвуем если вам интересен такой формат шарика на рукоять на это у меня все всем пока